Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и мы продолжаем играть в черепашки и ниндзя легенды. Ну что, у нас турнир закончился, мы забираем свой приз. Лига мастеров 3 звезды. Как ты видишь, меня не сбросили, несмотря на то, что я был на работе весь день. Ах, наши наградки, ах, вот они самые главные элементы, конечно же, платиновые осколки. С этим не поспоришь. Так, ну что, открыли колоду, дальше быстренько пробежимся по серии испытаний, быстренько, буквально хоп-хоп и готово, да? По серии испытаний и пойдем смотреть, конечно же, арену. Конечно же, будем смотреть. На моих часах, ребята, 10 часов 30 минут вечера, естественно. Как вы понимаете, буст у нас не получится, но поиграть я все равно обязан, потому что я не хочу начинать потом опять с лиги, там я не знаю, самураев. Хотя, наверняка, я даже если сегодня найду до лиги сегунов 3 звезды, все равно лига самураев меня будет ожидать, когда я в очередной раз приду с работы и решу поиграть в черепашки-ниндзя. Это как ни крути. Единственное, зависит только, какой будет у нас 2-звездочный или 3-звездочный. Мне бы, конечно, хотелось бы остаться в лиге самураев 3 звезды. А там уже будет видно, куда меня там сбросят, подбросят. Так, Шреддер, успокойся нафиг, ты тут начинаешь чудить опять. Фига себе ты, парень. А у меня, прикинь, а у меня нет хила ни одного. И вот если бы, например... Слушай, я только сейчас осознал, какую я, ребята, ошибку сделал. Без хила рванул. Да, это могло стоить жизни того же самого Кожеголового. Такс, ну что, давай, наверное, тогда быстренько с тобой по списку найдем на нашего Слэша. Мы все с этими очками никак не можем разобраться, да? Одни. Там нужно 3 штуки, по-моему. Вторые. Так, вторые. Давай третьи очки мне, и я успокоюсь в конце концов. Все, ребят, с очками покончено. И остаются вот эти вот фонари. Блин, 18 штук. Китайский фонарик. Ну, я, конечно же, сегодня вряд ли смогу набить их. Это только вот второй выпал нам. Это еще 16 штук надо. Ну, уже 15. Ну, 14. Ну, фонари пока, по крайней мере, ребята, выпадают более-менее неплохо. И поднять уровень персонажа. Так, что у нас... Ага. Это мы забираем. Кто у нас там выпадает? Морозильная кошка. О, как. Ну, вот, приехали. Что я хотел глянуть-то? Я хотел глянуть... Что у нас тут? О, друзья мои. Я поздравляю тех, кто купит на Супер Шреддера. Эта неделька как раз для вас. И, если честно, я вам рекомендую его открывать как можно быстрее. Потому что он вам очень круто, ребята, даст, как бы сказать, стимул к победе. Также у нас есть Лига Лего, Девичья Сила. Где мы будем с тобой фармить жетоны? Наверное, вот здесь, да? Прямо на первом поединке. Так, ну, это уже после, ребята, после того, как мы с вами пройдем, естественно, турнирную арену. Погнали. Сейчас мы будем здесь очень-очень-очень-очень медленно продвигаться вперед. Потому что все места уже здесь заняты. Ну, опять же, я тебе повторю. Они заняты да заняты. Но вот мы с тобой завтра придем, например, да, в игру. И там уже мы будем с тобой на порядок ниже по рангам стоять. То есть, получается, что первые два дня, первые два дня, они, как бы тебе сказать, они дают устаканиться. То есть, если ты сейчас занял там определенное топовое какое-то место, то это тебе не дает гарантии того, что завтра ты на этом месте останешься. Конечно же, нет. Тебя обязательно скинут. Ты можешь продержаться только в одном случае. Если ты будешь вот так вот сидеть перед монитором в этой игре и трястись за каждое место. То есть, ты каждый раз ролишь, да, обновляешь экран и смотришь. Если тебя понизили, то ты обратно идешь наверх. Но, опять же, тебе скажу, что тебе для этого понадобится очень много откатов. И второе, что я тебе скажу, оно того не стоит. Ну, добрался ты до определенного места, да и успокойся. Дальше головы и выше ты не прыгнешь. Как бы ты ни старался. А если ты будешь сюда еще вкладываться, то, ребят, ничего все равно хорошего не получится. Дело как я, на расслабоне. Хотя, поначалу, если честно, я задницу оторвал конкретно, да, помнишь? Посмотри старые серии, и ты убедишься в этом. Да и как же там все корявенько получалось. Ну, это и понятно. Это в любой игре человек, когда начинает играть, он слабый, нифига не понимает. Начинает мятешить, паниковать. Думать, как это вообще реально пройти. А на самом деле потом со временем все встает на свои места. И ты понимаешь, что ничего в этом сверхнового нету. Все так и должно быть. То есть идет все своим чередом. Это я про тех, кто играет по чесноку. Те, кто взламывает и донатит. У тех... Ну, что я им скажу, ребят? Флаг им в руки. Они все это быстро, конечно, получат. Быстро все это отыграет. И быстро это все надоест. Вот и весь итог. Так, ну что? А я зашел в элиту. 12.14 мне дают, прикинь. 12.14. То есть... Мне даже при бусте так не давали. Резко и круто. А тут смотри-ка. Значит, еще не все потеряно. Рафаэль был слабо прокачан. Потому что, ребята, он не имел контратаки. Да не то, что даже слабо прокачан. У них действительно уровень здесь маленький. Ну, смотри сам. 29-й, ну, до 30-ки. Если не ошибаюсь, у Рафаэля контратак открывается, по-моему, на 40-ке. Я могу, конечно, ошибиться, ребят. Так что не обессудьте. Но, по-моему, на 40-ке. И если даже на 20-ке он ее открывает, да? Каким-то там, я не знаю, макаром. То прокачать он все равно не сможет. Прокачать он все равно не сможет. Потому что ему нужно поднимать ранг. Вот и все. Так, а мы с собой задержались что-то на четырех персонажах. Уже, по идее, должно быть пять. Как минимум. А мы все. Великолепной четверкой этой воюем. День, по щам. Мне нравится, как он по щам своими вот этими вот... Как назвать-то? Я даже не знаю. Вот ему по заднице бы этой бы клешней. Ой, Лево, успокойся, пожалуйста. Начинает он тут. Это не клешня. Это знаешь, как... Крепки, сопли. Я не знаю, как это назвать. Щупальцы. Да, похоже, наверное, больше на щупальцы. Такие, как болотные водоросли. Так, у нас элита две звезды уже, да? Двенадцать. Дайте мне, пожалуйста, тринадцать-пятнадцать. Ну, что вам стоит? Вот, спасибо большое. Тринадцать-пятнадцать. Я, ребята, заработал. Но здесь есть небольшой... Косячок. Здесь майки тридцать третьего уровня. Несмотря на то, что он тридцать-третий уровень имеет, все равно у него, ребята, довольно неплохая инициатива. Была. Я просто не ожидал, что Бибов так быстро его вырубит. С одной плюхи. Я думал, он как-то тут продержится еще. Но нет. Просто пришел, звезданул и убежал. Отлично. Еще перед этим станцевал. Спародировал Майкла Джексона. Царство небесное. Ну, что, друзья мои. Элита три звезды, как вы видите. И от тринадцать-пятнадцать. Давай попробуем. Тринадцать-шестнадцать. Ну, шанс, конечно же, вообще мизер-мизер-мизер. Возможно, даже вообще этого не будет. Ладно, фиг с ним. Ой, ребята, немножко уставшие, так что не обращайте внимания. Если такой, знаешь, как понурый. Это хорошо, еще без камеры вы увидели. Впалые глаза, отекшее лицо. Ну, действительно, спать у кого-то просто сил нет. Подустал я, конечно, сегодня. Но зато завтра крайняя смена уже. Завтра крайняя смена и коротенький выходной у меня будет. Давай-ка мы бросим бомбочку туда. Вот так вот. Хорошо. Все получилось нормально. Так, ну что, мы продвигаемся с тобой дальше. Тридцать пятая позиция. Угу. Кстати, у меня с откатами, ребята, беда. У меня всего лишь шесть штук. Они, конечно, мне в этой игре не пригодятся. Но в дальнейшем-то... В дальнейшем я их буду тратить как семечки, извини меня. И, кстати, заметь, они очень быстро сравниваются со мной. Если у меня пятьдесят шестые, да? То тут уже тридцать шестые. То есть, двадцать уровней. Но это пока. Я не знаю, буду ли я постоянно иметь здесь преимущество перед ними. Чего бы я очень сильно хотел бы. Но если такими темпами дальше пойдет, то, скорее всего, мы где-то... Ближе к концу игры уже сравняемся с ними. По моему уровню. Так, а вот уже и самураи. Это приятно. Видеть. Так, я возьму вот этих вот. Тридцать шестнадцать. Я просто не хочу, не хочу там с этим, с Майки связываться. Ну, его нафиг. Так, хорошо. У нас еще пятьдесят шестые уровни есть. Их, кстати, дофига у нас этих персонажей. Пятьдесят шестого уровня. Наверное, процентов восемьдесят. Погнал. Блин, да ладно. Что так слабо-то? Майки, эй. Что-то действительно, ребята, как-то слабо бьем. Так, ну что, остается Донни. Давай его щитом. Он закос делает под капитана Америка, да, ребят? Сто процентов под него. Так, только капитан Америка не носил никакого меча с собой. Но щит у него был. Так, четырнадцать, семнадцать. Окей. Давай, я возьму, наверное, здесь зэка. Раз, два, три, четыре. Хватит одной бомбочки зэка, интересно или нет? Давай проверим. Более чем. Более чем, ребята, ему хватило. Так что... Отлично. И вот уже самурай две звезды. Буквально, ребята, два поединка сыграли, и самурай две звезды. Значит, таким макаром мы сейчас доберемся и до трех звездочек. Раз, два, три, четыре. А вот на сёгунах уже придется попыхтеть. Сёгуны так легко нам даваться не будут. Вали их всех, Донни. Ну, красавчик. Ни единого шанса не дал им. На реабилитацию. И мы проходим дальше. Сейчас, наверное, будет двадцатая, да? Тридцать восьмая. Недооценил чуть-чуть. Так, четырнадцать восемнадцать. Спасибо. Давай возьмем Бакстера. Раз, два, три, четыре. Ну, тут, естественно, одной волны будет достаточно. Я надеюсь... А, у нас Шреддер у нас по инициативке. Круче Бакстера? Ха! Да, даже Тигрин и Коготь. Ребята, Шархан и Шреддер опередили по инициативе нашего Бакстера Стокмана. Смех. Ну что ж, Самурай три звезды. Сколько там нужно? Наверное, два поединка здесь отыграть. И мы перейдем уже. Да, мы перейдем уже. У нас уже бойцов, ребят, не осталось. Вот что я хочу сказать. Просто не осталось бойцов. Ну давай, Армагон, пинай. Тут-то, понятное дело, он разносит всех в пух и прах. Не знаю, ребят, сегодня, наверное, не получится ни в ХКР поиграть, ни в Драконы, Всадники Олуха. Давайте мы, наверное, это оставим на завтра. Потому что сильно спать хочу, не могу. Вот я поиграю в черепашки, выложу их, естественно, завтра уже, скорее всего, утром. Они будут выложены. Вот, так что посмотрите. Ну, еще раз повторяю, это не буст. Это так. Будни понедельника назовем, да? Что-то типа того. Потому что буст у нас идет по самому откату. Вот как только в три часа произошел откат дня, мы бежим сразу, как говорится, рвать эту арену. Вот там, да, там буст. Но, опять же, ребят, это не говорит о том, что мы перелетим с тобой в Лигу Мастеров. Нет, конечно. Ну, то, что мы рванем очень круто и быстро, это факт. Опять же, ребята, пробовал, когда вчера или позавчера, поиграть в мир юрского периода в нашу игру. Вылетает, да, вылетает. И я не знаю, ребят, что там можно делать. Как с этим бороться без понятия. Просто без понятия. Ну что? Вот, ребята, и Лига Сюгнов. Ну, наверное, даже до двух звездочек мы сегодня не успеем дойти. Потому что... Савидж. То есть, два поединка у нас всего лишь остается. Ну, ладно. Я надеюсь, что, может быть, все-таки мы успеем переметнуться. Мне бы сильно этого хотелось, конечно. И у нас, ребята, сколько там, сколько получается? Мы 75 получили, да? И у нас было 200 там с копейками. То есть, получается, что эта неделя у нас последняя. В плане того, что мы получим с тобой нужное количество осколков. И переведем персонажа в платину в ранг. Ну, уже ближе, наверное, к концу недели мы будем с вами голосовать, кто у нас все-таки будет прокачиваться в платину. Выбор, если честно, сложноватый, да? Сейчас из кого-то выбирать даже не знаем. Вот, ребята, я вам о чем говорил. Не хватит нам даже до Лиги Сиунов две звездочки пройти. И с этим сделать ничего не могу. Всего лишь 60 катов, соответственно, я их тратить не буду. Так, а мутагена у нас 17 тысяч. По-моему, даже не хватит на Слэша. Да, не хватает на Слэша. Ну, сделаем тогда вот так вот. Коль-то нам приходится все равно, ребята, уровень повышать. Пускай это будет Ксевер Монтас. Так, и испытания. Раз, два, три, четыре, пять. А, по-моему, здесь тоже, да? Пять. Раз, два, три, четыре, пять. Да, тут пять и там пять. А награды, по-моему, даже у всех одинаковые. Тут сырный телефон. Сырный телефон, два доллара. Наверное, вот это вот, ребята. Поехали. Ой, не то делаю. Сейчас быстренько здесь пройдем и уже будем фармить. Да, я не спорю. По пятнадцать жетонов, ребята, долго, нудно. Но зато гарантии намного больше. Намного больше гарантии. Мы тратим с тобой меньше всего сыра. Это раз. Набираем там пять предметов. Даже по три. Это пятнадцать сыра мы тратим. И все остальное у нас тратится просто-напросто на жетоны. Выгодно? Ну, как бы по мне, да. Ну, что же. Поехали фармить. А, ну тут четыре. Что? Тут четыре сыра. Три, три, три. Так, вот караечка. Остается тут бинокль. Осколки. Доллары. А теперь будьте добры мне отстегивать жетоны мои. И вот смотри, сколько мы сейчас с тобой этих жетонов нахапаем. Так, уже шестьсот, ребята. Ну, я имею в виду, накопили шестьсот. И шестьсот жетонов мы с тобой хапнули. А сыр еще есть. Еще семь попыток, ребята. Еще семь попыток. То есть, в следующей серии, скорее всего, мы с тобой насобираем на ДНК. ДНК. На три ДНК для наших маузеров. Все. Подчистую, ребята, потратили мы с вами сыр. Нужно семьсот восемьсот восемьдесят, а нужно восемьсот тридцать. Да, в следующей серии мы с тобой точно сорвем куш. Так, ну что, друзья. На этом, пожалуй, я и буду закругляться сегодня. Так, осколки я не буду собирать, потому что они нам не нужны. А будем, как говорится, закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.